Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. 17 февраля 1947 года «Голос Америки» начал вещание на Советский Союз. Это была большая неожиданность для советских руководителей. В радиоэфире появились враждебные передачи. Сколько людей тогда могло слушать иностранное радио? Ну, сами американцы полагали, что примерно полмиллиона человек. Во всяком случае, у них значилось в документах, теперь мы можем их прочитать, что в Советском Союзе есть полмиллиона радиоприемников, способных принять передачу «Голос Америки». Сначала вещание было коротким, всего полчаса, потом оно стало увеличиваться, потом стали вещать не только на русском, но и на других иностранных языках. Потом появились другие радиостанции западные, которые стали вещать на Советский Союз. И сразу же началось глушение иностранных передач. Поначалу американцы обижались, и даже посол американский в Москве, попав на прием к Сталину, пожаловался ему на то, что почему же происходит глушение наших передач, на что Сталин, повернувший к своему министру иностранных дел Андрея Вышинского, спросил, а не поди, критикуют нас. Еще бы, сказал Вышинский. Со временем иностранные радиопередачи, адресованные Советскому Союзу, стали серьезным фактором в идеологической борьбе. Радиостанций было много, вещания было много, считалось это очень важным, и не жалели денег на строительство радиотрансляторов по всей границе Советского Союза. Советские чиновники были, конечно, в ужасе, потому что, когда им приносили расшифрованные тексты передач, а у нас в системе Гостелерадио СССР существовало специальное подразделение, которое целыми днями записывало тексты передач, составлялась секретная сводка, секретная, которая рассылалась только высшим идеологическим чиновникам. Они читали тексты передач иностранных радиостанций, приходили в ужас. Неужели советские люди все это узнали? Сразу же вступила в действие система глушения, то есть старались глушить иностранные передачи. Но не очень получалось, и вот почему. В 1962 году Гостелерадио СССР обратилась в ЦК КПСС с просьбой проводить тотальное, не выборочное, то есть отдельных программ, а тотальное глушение радиостанций. Отдел пропаганды агитации, тогда он назывался ЦК КПСС, составил бумагу, в которой говорилось, что это невозможно, потому что уже сейчас для глушения иностранных радиостанций используется половина мощности всех радиостанций Советского Союза. То есть половина мощности всех радиостанций Советского Союза используется не для того, чтобы что-то рассказывать своим людям, а для того, чтобы глушить иностранные передачи. Поэтому велено было, значит, Гостелерадио СССР самому следить за тем, что происходит, выявлять самые опасные передачи и их глушить. Возник другой вопрос. А может быть сделать так, чтобы слушать было невозможно? И в ЦК КПСС рождали все время эти предложения. Запретить на промышленности выпускать радиоприемники с коротковолновыми радиоприемниками. Эти бумаги тоже сохранились. Запретить их для открытой продажи, оставить только для служебных целей, для тех, кто живет в районах Крайнего Севера, где другое радио не было. Но это промышленность отвергала, потому что все понимали, что как только появятся такие радиоприемники, их вовсе никто покупать не станет. Поэтому эта бессмысленная растрата сил и ресурсов продолжалась достаточно долго. Периодически разумные люди пытались говорить, что ничего страшного в этом нет. Я помню, в позднесоветское, позднебрежневское время было проведено большое, колоссальное совещание по вопросу о контрпропаганде. И один из видных наших международников выступает, даже аплодисменты сорвал, когда сказал, что есть забава на Руси слушать на ночь Би-Би-Си. Ну давайте, товарищи, не будем обращать на это внимания. Но существовал же огромный аппарат, который жил с того, что противостоял иностранному радиовещанию. Поэтому глушение иностранных передач продолжалось до самого Горбачевского времени. Возникает главный вопрос. А сколько людей тогда слушали передачи иностранного радио? И в какой степени эти передачи влияли на духовную жизнь, на размышления советских людей? Мне кажется, что слушали немногие. А если говорить о влиянии, то мне представляется, оно было совсем ничтожным. Непередачи иностранного радио стали причиной развала Советского Союза. За этим стремлением глушить иностранное радио, мне кажется, всегда стояло одно и то же. Страх чиновника перед тем, что люди узнают о нем что-то. О том, что он плохой чиновник, что он плохо делает работу, что он ни на что не годится. А когда-то чиновников целая армия, и все они работают очень плохо, но они чудовищным образом боятся, что наконец-то люди об этом узнают. И советских чиновников отхватывал страх именно от того, что люди в стране, которую они управляют, узнают, какие же у них плохие руководители. Из-за этого, собственно говоря, наглушение и происходило. Но мы с вами и впредь будем обращаться к событиям истории, которые иногда очень интересно сегодня вспомнить. Но чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube и читайте в Telegram.